Даосская алхимия Понимаемого не одинаково и методы существенно различались у них. Ну, про внешнюю алхимию мы сегодня говорить практически не будем. Но известно, что она предполагала создание эликсира бессмертия в лабораторных условиях. И эта тема сама по себе очень интересная. Но сейчас просто в экономии времени я это пропущу. Ну, напомню, что есть исследования и переводы прежде всего Евгения Алексеевича Торченова и один из наиболее известных переведенных на русский язык текстов, где рассматривается внешняя алхимия. Это сочинение Гэхуна Бао Пудзы. Мудрец, объемлющий первозданную простоту. Ну, принято считать, что внешняя алхимия пришла в упадок где-то к периоду Танн. И к концу периода Танн, то есть это где-то девятый век примерно. И на смену ей приходит внутренняя алхимия, которую они иногда называют даосской югой. Внутренняя алхимия может быть определена, ну, например, вот так вот. Да, это, скажем, определение из одного из эссе, одного из ведущих специалистов по даосской внутренней алхимии, Изабель Робине. Внутренняя алхимия или нейдань является техникой просветления, чьи самые ранние письменные записи датируются восьмым веком. Она обращается как к рациональности, которая дает порядок миру, так и к тому, что превосходит рациональность невразимого тотальности. Ее основными инструментами являются триграммы идзина и ряд ключевых метафор, некоторые из которых являются алхимическими по природе, откуда, собственно, название внутренняя алхимия. Опять же, по внутренней алхимии тоже есть целый ряд текстов, переведенных Турчиновым. Это, прежде всего, глава прозрения истины Джан Бо Дуаня и есть исследования, соответственно, на эту тему. Что мы будем с вами рассматривать? Мы с вами будем рассматривать сейчас более поздний период, а именно время уже 17 века и в какой-то степени чуть более ранее, но в основном 17 века и отражение или рассмотрение алхимического языка в позднедаотских текстах школы Чуаньчжэнь. И основным источником про школу, значит, это портрет, условно говоря, портрет. Основатель этой школы, который жил в 12 веке, вот, а текст, на который я в основном буду ссылаться, который я буду разбирать, относится уже к 17 веку и был создан Ван Чан Юэ, он же Куньян Цзы, наставником школы Чуаньчжэнь, который жил в конце правления династии Мин и в начале правления династии Тан. Текст, о котором идет речь, называется «Лунмэйн Синьфа» или «Закон сердца сознания согласно традиции Лунмэйн». Так можно вот перевести. Этот текст представляет собой собрание проповедей Ван Чан Юэ. Но прежде чем я буду уже разбирать непосредственно алхимические выражения, которые там упоминаются, я хочу напомнить, ну, или сказать о том, что специфика позднедаотских текстов, в частности, вот этого текста, заключается прежде всего в том, что для них характерно использование как, собственно, даотских, так и буддийских и конфуцианских терминов. Об этом много уже описалось, в том числе и у меня в целом ряде статьй об этом говорится достаточно подробно. Ну и одна из интересных проповедей, интересных особенностей проповеди Ван Чан Юэ состоит в том, что в них он нередко интерпретирует выражения, типичные для языка даотской традиции, в частности алхимические, посредством языка традиции буддийской. Не наоборот, я хочу особо это подчеркнуть, да? То есть, именно через призму и в значительной степени в духе буддийской традиции он истолковывает эти алхимические, вообще даотские выражения, да? Будучи крупным представителем именно даотской школы. Значит, одна из центральных идей в ряде проповедей, это необходимость достижения прозрения относительно того, что есть подлинное сознание, оно же истинный дух, прежде чем заниматься практиками внутренней алхимии. И ни в коем случае не наоборот. Вот, что говорит, например, Ван Чан Юе в седьмой главе. Друзья, сначала умертвите свое заблуждающееся сознание, а потом вступайте на круглый коврик для медитации. Сначала постигните привязанности, а затем садитесь медитировать. Если развратные мысли надолго успокаиваются, то мудрость проявляется в избытке, и истинный свинец поднимается вверх. Да, это выражение как раз в духе внутренней алхимии. Его гневные, если гневные мысли надолго успокаиваются, то сознание опустошается, и истинная ртуть опускается вниз. Будьте воздержаны в питье и еде, употребляйте их в соответствии с правильным временем, и тогда ваша селезенка будет здоровой, и ртуть и свинец будут запечатаны. И далее он говорит, ищите великое дао, и ваше благое сердце сознания обнаружится, и ваша истинная природа прояснится. Постигните истинный механизм, или пружину, и так и так переводят, и ваше материальное тело опустошится. И фаван, то есть буквально дхармараджа, так можно перевести, которым вы являетесь на самом деле проявится. Сначала сами спаситесь, а затем спасайте других людей, что тоже суть спасения себя. Значит, мы рассмотрим несколько примеров, но если времени не хватит, то может быть один пример метафорического истолкования алхимического языка в проповедях Ван Чань Юэ. Вначале рассмотрим первый пример, который касается выражения шунь-син и ни-син, что переводится как двигаться вперед, плыть по течению, и, собственно, его антоним, который у нас в центре внимания, это ни-син, что значит двигаться в реверсивном или противоположном направлении. Значит, в текстах по внутренней алхимии вот это выражение передает один из основных ее принципов. Уже упомянутая Робине так характеризует этот принцип. Переворот или реверсирование День Дао-1 из основных принципов внутренней алхимии. Этот принцип принимает разные формы, применяется по-разному. Чтобы получить золотой эликсир, эквивалент философского камня, так она пишет, нужно пройти несколько переворотов. Согласно высказыванию часто цитируемых в текстах, те, кто идут в обычном смысле, то есть в обычном направлении, рождают людей. Те, кто идут назад, обретают бессмертие. И далее. Обычные люди, которые следуют курсу, порождают других существ. Искатели бессмертия, идущие назад, порождают себе зародыш бессмертия. Они самовосстанавливаются. И далее. Движение в обычном направлении следует последовательности времен года, зимы, весны, лета и осени, и последовательности четырех из пяти агентов, связанных с временами года. Воды, дерева, огня, металла. Обратное вращение осуществляется с севера на запад и с юга на восток. Время прослеживается в обратной последовательности. Нормальное течение времени ведет к смерти. Те же, кто ищет бессмертие, движутся к молодости и рождению. Я напомню, что речь идет о принципе внутренней архимии. Ну, вот можно найти и определение этого же принципа в работах Торченова, скажем, в комментарии к одному из стихов. Это последний, 99-й стих глав «Опраздление истины». Принцип взаимообращаемости или переворота заключается в трансформации грубого посленебесного в тонкое преждение небесное, восстановлении истинного бессмертного миропорядка и собственной истинной природы через изменение на противоположную направленность всех процессов, всех уровней микрокосм. Надо сказать, что в позднедаоцких текстах встречаются различные толкования этих выражений, да, то есть в частности Ни Синь и Дянь Дао, и критика их бухвалийских трактовок. Ну, здесь у меня есть пример из работы Люймина, но в принципе он более поздний, и я его сейчас ради экономии времени тогда пропущу и перейду непосредственно к тексту, которым я занимаюсь. Вот что говорит Ван Чан Юе на эту тему. Ну, прежде всего, я хочу сформулировать главную идею, которая явствует не только из этого, но и из-за многих других фрагментов. Для него реверсивное или обратное направление движения – это действие сознания. Обычно сознание направлено на внешние вещи феномены – реверсивная же направленность сознания и суть, направленность его на самое себя. Вот главная идея его текста, ну, целого ряда текстов, целого ряда проповедей. Вот один из примеров. Тот, кто движется вперед, ну, или плывет по течению, это мои варианты перевода, перемещается вслед за вещами, движется под воздействием внешних объектов, привлекает демонов той страсти, собирает злых духов, навлекает на себя несчастье, терпит бедствие, рождается, умирает в круговороте сансары, потерпевает четыре типа рождения и воплощается в шесть типов живых существ, скитается в круговороте, опять же, сансар. Ну, можно убрать слово сансара, просто в круговороте. Тот, кто принимает объекты центрального предела, должен двигаться в противоположном направлении. То есть здесь вот то самое выражение используется. Противоположно – это значит не двигаться вслед за вещами, не перемещаться вслед за объектами. Курсив мой. Злые силы не осмелятся вредить такому человеку, он сможет выйти из круговорота, сможет переправиться через пучину страданий в сансаре. Ну, объекты центрального предела, которые здесь упомянут, это второй из трех этапов принятия объекта в школе Чуанчжэнь с давних времен и до сегодняшнего дня, ибо эта школа сегодня является одной из ведущих, из двух ведущих школ китайского даосизма и в Китае, и на Тайване, и вся эта объектная система действует и сегодня. Вот еще один пример, также рассуждение относительно вот этого выражения. И мирские дхармы, и внемирские дхармы, вся их суть только в том, что одно и то же сознание использует разные средства. Движется прямо или движется в реверсированном направлении. На самом деле это одна и та же дхарма. И еще, если мысли пестрят, то сознание неспокойное, если грязи много, то тело нечистое. Если сознание не очищено, трудно узреть в свою истинную природу. Если ум не успокоен, как же добиться состояния отсутствия чувственности? Внутренний свет высвечивает иллюзорность тела, отраженный свет показывает пустоту сознания. В пустоте дух сам себя видит, сосредоточение и мудрость раскрывают истинную суть. Каждый день следует наблюдать, постоянно нужно хранить сочность. Действуя в реверсированном направлении, берешь в руки рукоятку ковша, очищая свое сознание, соединяющиеся с небесным центром. Ну, по поводу астральных метафор я уже докладывал на прошлой конференции, поэтому здесь это можно пропустить. Вот первое. Ну, тогда и время есть, тогда давайте ко второму. Перейдем к примеру. В своих проповедях в Анчанье высказывается предельно критично в адрес тех, кто буквально понимает термин, обозначающий методы внутренней алхимии и многих других даосских практик. Ну, скажем, он перечисляет различные практики, например, длительные сидячие медитации, визуализации, потом такие практики, как варка свинца и перегонка ртути, спасать, выплавляя пилю люби смерти, помогать тем, кто находится во мраке, то есть в загробном мире и так далее. И говорит дальше следующее. Сейчас, извините. Да. Ладно, этой цитаты у меня здесь нет. Говорит следующее. Подобных разнообразных практик очень много, но все они не прямой путь. А вот дальше, собственно, фрагмент, который есть на экране. Для того, чтобы остановить беспокоящие мысли и забыть тревожащие чувства, нужно постигнуть, откуда появляются эти мысли, откуда приходят эти чувства, добиться стабилизации, обрести спокойствие, познать истину, опереться на реальность. И тогда появится должный способ остановки этих мыслей, средства забывания этих чувств. Дальше он перечисляет множество разных методов. Удаляются венец, добавляют ртуть и так далее. Я сейчас пропускаю это все, чтобы сэкономить время. И говорит он следующее. Тем самым пронзают, калечат, долбят, разрушают единый великий предел хаоса. Это отсылка к Джоанзе. То есть, использует он выражения из древнего даосского философского сочинения Джоанзе, где-то примерно 4-3 веков до нашей эры. И, собственно, использует те самые слова, которые содержатся в Джоанзе в рассказе о правителе хаосе, в котором делали отверстие, и в результате он просто погиб. Эта притча довольно известна. Значит, что здесь важно, что Джоанзе прямо указывает, что слова, вернее, эти адепты, они используют метафоры буквально. то есть, они узнают, это тоже цитата прямая, узнают вымышленное имя и считают его действительно или реально применимым. Опираются на метафору и занимаются на ее основе мастерством. Но слово пьюй, которое здесь используется, китайское, его можно перевести как и на сказание, как метафора. То есть, здесь есть варианты перевода, но смысл, в общем, примерно один и тот же. Значит, отметим, что трактовка алхимических темных выражений как метафорического языка и как метафора именно работы с сознанием характерна для школы Чуанзжэнь с самого начала ее существования. Так, в частности, Ван Чуньян, основатель этой школы, разъясняя приведенное выше выражение, вот оно здесь в начале второго фрагмента удалять свинец и добавлять ртуть используя периоды огня, он говорит следующее. Значит, это сочинение 12 века, которое называется «24 тайных наставлений, переданных Иван Чуньянам Мадоньяну». Да, это один из учеников его. Мадоньян спросил, что значит выделять свинец и добавлять ртуть используя периоды огня. Учитель ответил, нужно удалить все загрязнения, все отвлекающие мысли, затем духовная энергия Ти будет пребывать в постоянстве, изначальная природа будет незамутненной. Это и называется выделять свинец и добавлять ртуть используя периоды огня. То есть, в данном случае речь идет о самопреобразовании в отношении именно сознания. Но Шэн Ти в данном случае это духовная энергия, то есть, речь идет о процессе работы с сознанием. Ну и последнее, это то, что я хочу сказать, это то, что Ван Чан Юэ очень большое внимание уделяет критике неверного понимания понятия «бессмертное дитя». Наверное, известное многим «бессмертное дитя» или «бессмертный зародыш». Есть разные варианты перевода. Это одно из таких важных понятий внутренней алхимии, от которого Ван Чан Юэ не предлагает отказываться, но очень много уделяет внимание объяснению того, как его неправильно понимают. Вот он говорит следующее. Они, ну это критикуемые адепты, которых он по контексту критикует, говорят следующее. Выпрямляете ваш позвоночник, выстраиваете в одну прямую линию ваши хвостовые врата, дворец нирваны и так далее. Это все локусы внутренней такой антропографии, точнее самотографии, которая используется в даосизме. Значит, они все перечисляются потом. Пусть вода поднимается, огонь опускается, совершайте согревание питания, купание и омовение. И сегодня три граммы канли соединяются местами, и завтра земля и небо сливаются в гармонии, и послезавтра души и кони пообъединяются. И в этом году ждите появления бессмертного детяти, и в будущем году ждите появления бессмертного детяти, и в следующем году ждите появления бессмертного детяти. И так адепт ждет 9 лет и все равно остается фанатичным старым грешником. Я должен объяснить для никитаистов, что вот это перевод здесь фанатичный старый грешник, это такой мягкий вариант. Если в словаре это выражение посмотреть, то там есть и более жесткие, менее благозвучные. То есть, это, в принципе, разговорный китайский того времени. Возможно, он и сейчас используется, я не слышал просто этого выражения, но такое вот ругательство. Типа каналии, когда мы считаем про мушкетеров чего-нибудь такое. Они говорят... Сейчас, секунду. Они, не ведая о своих ошибках, да еще тряся головой и загибая пальцы, учат да о пути внешних заступников. Это как бы вот рассуждение вот этих адептов. Вот я однажды создал священного зародыша. Там не было ошибок, не было ошибок. И вот почему же, если зародыш созревал 10 месяцев, не появилось бессмертное дитя? Значит, или же наше счастье поверхностное карма глубока, и добрые и злые духи не позволяют успешно завершить начатое. И он, вот этот адепт, продолжает, держась обеими руками за живот, старее лицо, кривя рот, рыская глазами в пустую лиц слезы. Вот там дано какое-то описание, такое вот издевательское описание поведения этих самых адептов. Ну и в заключении он говорит следующее. Это конец, собственно, проповеди вот этой. Такого рода скудоумные и наглупейшие люди не знают своего сердца сознания, не понимают своей природы, темное отродье, примерно так, о каком знании истины Дао тут говорить. Друзья, знаете, однако, что и у таких людей есть сердце сознания, устремленное ввысь, но они заблуждаются и не узрели механизм, ведущий ввысь. Вот так вот в конце немножко смягчил пилюлю. Но, тем не менее, вот несмотря на всю эту критику, Ван Чан Юэ не говорит о том, что надо полностью отказываться от вот этого понятия бессмертное дитя, но он его толкует иначе. Он толкует его как метафору изначального духа или истинного духа или истинной природы. Все это синонимы, которые в школе Чан Джэнь используются как обозначение того самого важного, что есть в человеке. Он есть в каждом человеке, этот истинный дух, изначальный дух. Он изначален, он не может зародиться, поэтому он не может быть, собственно, зародышем или дитятей, но он всегда пребывает. Значит, вот еще в конце две цитаты. Здесь говорится следующее. Вот эссенция дин, энергия Ти, пребывающая в теле, исходно суть прежде небесной изначально дин, изначально Ти, которые не увеличиваются, не уменьшаются, лишенные загрязнения, не нуждающиеся в очищении, не рождающиеся и не умирающие сокровища. Если вы будете что-то делать с ними, то все равно не заметите, чтобы к ним что-то добавилось. Если не будете ничего с ними делать, то будет то же самое. Не увидите, чтобы они уменьшились. Этот пустотный, духовный, ничем не омраченный, истинный человек есть изначальный дух. Раз уж он именуется изначальным духом, то о каком зародыше можно еще говорить, о каком дитяте? Вы сами, обращается он к слушателям, в течение многих предшествующих кальп, это буквально так в тексте, преступную карму не искоренили, препятствия не устранили, источник сердца сознания не очистили, природный корень не одухотворили. Зачем же вместо того, чтобы как можно скорее раскаяться, исповедоваться в своих прегрешениях, изменить свой характер, найти учителя, постичь дал путь, практиковать терпение и смирить свои сердца так быстренько, все что нужно делать, зачем же использовать столь ценное истинное сердце сознания как бесполезную ложную вещь и тратить ограниченное время жизни на ожидание этого бестеневого детятия? Ну и дальше он объясняет, кто такой этот бестеневой детятер. Как надо по-настоящему понимать это понятие. Это последняя уже цитата. Друзья, тот, кто, пребывая в своем собственном теле, знает, что есть добро и что есть зло, что есть истина, что есть ложь, что есть кривда и что есть правда, что есть рождение, что есть уничтожение, что свое и что чужое, что есть подлинность и что есть подделка, он и есть бессмертное дитя. Ну там в тексте просто дитя. Но это дитя первоначально не знает добро и зло, истину и ложь, кривду и правду, рождение и уничтожение свое и чужое, подлинное и поддельное. Это дитя само не проявляет признаки, но в соответствии с объектами порождает сознание. В соответствии с сознанием порождает познание. В соответствии с познанием порождает знание. Зная добро, знает и зло. Зная истину, знает и ложь. Зная правду, знает и кривду. Зная рождение, знает и уничтожение. Зная свое, знает и чужое. Зная подлинное, знает и поддельное. Это дитя первоначально не имеет представления о я, а также не имеет представления о пустоте. Для него есть только этот мир здесь, его не может не быть. А если нет этого мира, то это знание также можно не знать. Однако это знание есть доброе знание, буддизм называет его благим познанием, гасизм называет его дитя или изначальный дух. Друзья, в общем, можно сказать, что это и есть пустотно-духовная, ничем не омраченная, разумная природа. Ну, я здесь хочу обратить внимание, что довольно интересно здесь характеризуется деятельность вот этого первоначального, изначального духа. И здесь можно, конечно, вспомнить и Гуссерля с его феноменологией, но если быть ближе к контексту, то данное рассуждение восходит к традиции буддийской феноменологии сознания. Значит, в заключение я вам хочу сказать следующее, что, как мне кажется, вот сейчас на нынешнем этапе своего осмысления данного текста, а также еще ряда других текстов близкого времени и близкой направленности. Здесь мы имеем дело с следующим этапом истолкования языка, метафорического языка. То есть если во внутренней алхимии, ну так вот, общее такое классическое представление, была взята терминология внешней алхимии, то есть лабораторной алхимии, и переосмыслено в применении к соматическим локусам и соматическим процессам, то есть различные алхимические термины обозначали какие-то места, вещества, процессы и так далее в человеческом теле. Это как бы один из главных таких вот элементов. То здесь выясняется, что и сам внутренний алхимический язык является метафорой. То есть сами выражения языка внутренней алхимии, в свою очередь, уже также являются метафорами, истолковываются, как метафоры. А вот то, что они истолковываются именно в таком будда-даосском ключе, это в принципе само по себе неудивительно и не странно, потому что школа Чанчжэнь, она отличается, как я уже сказал, синкретизмом или синтезом, объединением буддийских, даосских и даже конфуцианских положений практик. Это во-первых. А во-вторых, влияние буддизма, и в частности Чань буддизма, на философии и на практике этой школы было довольно значительным. Что мы и увидели в данном тексте, в котором вот это буддийское воздействие, влияние, воздействие, присутствие, оно очевидно. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Павел Дмитриевич. Пока не закрывайте это самое. Есть кое-какие вопросы. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы, друзья? Можно вот девятый фрагмент еще разок? Я попробую. Ну, где-то там за три-четыре. Так, вот последние вот эти четыре иероглифа. Что конкретно? Как максимально точно их перевести? Потому что слово «сердце сознания» я здесь не увидел. А, это здесь данные иероглифы только обозначающие самый конец фразы. Это не все предложение. Китайский язык не настолько граждан. Я понял, да. Это, собственно, механизм, ведущий вверх. Сян-шан-джи, это значит ведущий вверх. А последний иероглиф, значит, механизм или пружина. Просто я поясню, у нас есть некоторая уже традиция, то есть есть ряд китаистов, которые вот этот иероглиф переводят всегда и везде исключительно как пружина. Ну, на самом деле, можно его совершенно спокойно переводить и как механизм. Как небесная пружина у Малявина, да? Вот этот? Ну, вот, да, вот у Малявина, в частности, вот он переводит это всегда как пружина. Ну, или почти всегда, да, ну. Ясно. А вот вопрос относительно сердца сознания. Я заметил, что везде вот это через дефис пишется, даже в литературе это слово «синь», да? Я понимаю, что это очень многозначное слово, но почему вот не остановиться на каком-то одном, допустим, просто сознании? Зачем обязательно слово «сердце» еще вставлять? Чем вы мотивировали это? Значит, я мотивирую это следующим образом. Дело в том, что здесь особая ситуация, потому что мы имеем дело не просто с полисемией, ну, понятной, да, для тем более древнего, имеющего долгую историю, да, восточного языка, но это не требует, наверное, комментариев. Но в данном случае мы имеем дело с таким вот феноменом, на мой взгляд, что если мы переводим в некоторых случаях, да, я иногда, кстати, это в данном фрагменте, так, у меня есть фрагменты перевода, где я оставляю только что-то одно, или сердце, или сознание. Но если мы в целом постоянно выбираем какой-то один вариант, или первый, или второй, то мы сильно объединяем как бы смысл, да, потому что этот иероглиф «синь», он нас, с одной стороны, отсылает к китайским, не только к даотским, но и к буддийским представлениям о сознании, с другой стороны, к представлениям о сердце. Но есть еще третий момент, который я не добавляю, зачем плодить, так сказать, ну, дурную бесконечность мы не будем создавать, но в первой части сердца это присутствует, а вот в слове «сознание» отсутствует. Дело в том, что иероглиф «синь» еще имеет значение «центр». И вот то, что «синь» имеет значение «центр», обыгрывается в целом ряде проповедей. То есть это и сердце, и сознание, и еще и «центр». Это «центр» человека. Если мы вообще будем переводить как «центр», ну, это совсем будет звучать мало, не очень. Поэтому вот это тот случай, я на самом деле не являюсь большим поклонником такого вот сохранения постоянно там двух-трех слов, потому что это можно загрузить текстом, чтобы он будет совсем нечитабельным. Но в данном конкретном случае я не могу сказать, что однозначно только так или только это. Но есть контексты, где можно спокойно какой-то кусочек отбросить. Звучит ли? Павел, да. А вы можете показать библиографию иностранную? А тут библиография небольшая. А вы ее очень быстро пролистнули? Иностранную, ага. Можно пока рассматривать игр библиографии? Да, я уже ее посмотрел. У меня вопрос, предваряемый неким таким сопоставлением. Вот когда вы говорили о реверсивных вот этих практиках, у меня сразу аналог с тантрическим материалом, который я изучаю, тут же вспомнился. Поскольку, ну и шире в индуизме есть вот эта тема про врите и не врите. Про врите как путь разворачивания как бы чувственного материального мира, рождения и так далее, с последующим умиранием. И не врите как путь сворачивания, возвращения к этому, к первоистоку. В принципе, это довольно похоже на вот этот реверс, который вы говорили. Ну, по крайней мере так, в каких-то отдельных аспектах. И далее, вот из этого вытекающего, вот по поводу свинца и ртуть. Собственно, есть три таких крупных алхимических традиции, как известно, это вот, собственно, западная, индийская и китайская. И везде присутствуют ртуть. Причем в таких вот противопоставлениях. Если там запад, это ртуть сера, в индуизме это ртуть из людо или тальк, то здесь вот ртуть и свинец. Вот на ваш взгляд, почему все-таки был выбран именно свинец? Вот такая довольно тяжелая как бы материя, грязная достаточно. Что здесь послужило причиной? Ну, я прежде всего хочу сказать по поводу праврития Неврития, что спасибо, это интересная параллель. Я на нее обращу обязательно внимание, подумаю. Вообще здесь влияние, надо сказать, что в каких-то случаях влияние индийской культуры очевидно, поскольку это влияние буддизма. Но они не прямые, они через буддизм. То есть индийская культура оказала влияние на буддизм, а буддизм оказал какое-то влияние на даосизм. Но, впрочем, здесь что-то скоропалительно предполагать я не буду, по той причине, что есть большая вероятность, что, например, эти выражения присутствуют, то есть это не то, что вероятность, мне даже так кажется, вот по моим воспоминаниям, что они присутствуют в таких ранних текстах, где еще у нас нет никаких достоверных данных о каком-то буддийском влиянии. Поэтому именно по поводу вот этой пары я не уверен. Более того, тут мне видится, что тут есть целый набор параллелей выстраивается, и поэтому сказать, какая из них самая первая, я сейчас затрудняюсь. Но очевидно, что здесь есть параллель, она очень хорошо обнаруживается в текстах того, что мы называем астрономией, астрологией и тем и другим. Потому что там эта терминология, движение прямое, движение обратное, она присутствует. Кстати сказать, сегодня был доклад, где было слово, где говорилось про ретроградные планеты, но это то же самое. Я ради интереса просто ввел в словарь слово ретроградный в обратном переводе и современный китайский, я подчеркиваю, и там тоже это слово переводится как НИСИН, то есть тоже такой же обратный перевод будет. Вот, поэтому здесь я возвращаюсь к вашему наблюдению, как раз в данном конкретном случае я не уверен, что здесь есть прямое какое-то индийское влияние на вот эту пару понятий. Что касается другой пары, да, свинца и ртути, ну, тут вопрос очень сложный. Почему? Потому что, то есть я на него вам прямо скажу, я на него не отвечу, да, потому что, во-первых, я не занимаюсь, как исследователь, не занимался пока во всяком случае внешней алхимией лабораторной, она более ранняя, понимаете, в этом первая сложность. Отсюда, значит, вторая сложность, которая мне достаточно очевидна, заключается в следующем, в том, что, ну, вот принято считать, что вначале вот была вот эта вот внешняя алхимия, да, потом появилась внутренняя, о чем я рассказал, да, потом вот мы имеем дело уже с такими поздними трактовками метафор алхимических вообще, в частности, во внутренней алхимии. Но дело все в том, что из этого совершенно не следует, зная, например, хотя бы даже в общих чертах, что было на Западе, к примеру, как параллель, из этого совсем не следует, что те, кто занимался внешней алхимией, были чужды метафорического языка. Вот, в этом проблема. И поэтому вот все это на самом деле еще в каком-то нуждается дополнительном уточнении. Поэтому, что лежало вот в основании, сказать я точно не могу. Это первое. Второй момент. Могли ли быть какие-то внешние воздействия? Ну, а почему бы нет? Понимаете, это тоже вопрос очень сложный. Почему? Но есть примеры известных внешних воздействий. Ну, например, на астрологию китайскую, астрология западная повлияла через индийскую, через буддизм. То есть, конкретно на китайскую повлияла через тантрический буддизм, который в Китай пришел. В тантрическом буддизме она была индийская, а в этой так называемой индийской, в свою очередь, ну, собственно, индийской, обнаруживаются некоторые моменты из-за междуречия. То есть, об этом, на самом деле, уже есть исследование. Вот, и воздействие было именно с той стороны, да, как, в общем, в основном было в истории все-таки. Вот, поэтому здесь тоже я однозначно сказать вам не могу. Я могу только сказать, что внутри, значит, метафорического языка они постоянно используются, но тут просто, это такая типичная для китайской, вообще в целом, традиции бинарная оппозиция, да, там постоянно все строится на этих оппозициях, там драконы, тигр, там свинец, ртуть, там и так далее. Вот, но свинец он темный, тяжелый, там ртуть, она светлая. Вот, тут, кстати, между прочим, есть вопросы, потому что ртуть очень в западной традиции, насколько я понимаю, она с женской природой как-то ассоциируется, по-моему, с западной алхимической традицией. Да, да, да. А вот, значит, в случае с Китаем это, по-моему, совсем не очевидно, то есть совсем не так. Вот. Ну, вот все, что я могу пока сказать. То есть, что здесь главный момент, что является истоком, да, то есть, какая-то символическое творчество или лабораторные эксперименты с металлами. Ну, понятно, что в основании алхимия лабораторная, она и западная, и китайская, имеет много общих черт. То есть, и там, и там использовались прежде всего металлы, да, пристрастие алхимиков к металлам. Это совершенно очевидно. но, значит, именно конкретно про историю работы со свинцом я вам сказать подробнее не могу. Ну, киноварь вообще так, вот такая, как бы визитная карточка китайской алхимии, это киноварь, самая такая, любимая. Отсюда название дань, собственно, вот вайдань, нейдань, это же дань, это киноварь. Это же слово переводится и как эликсир бессмертия, и как вещество киноварь. Понятно. Аня, спасибо большое. Да, пожалуйста. По метафоре, которую вы бросили, чисто в заключение такой легенький вопрос, вы сказали про, если не ошибаюсь, подсластить пилюлю. Ну, так вот, встречали ли вы во внешне алхимической традиции термин подсластить пилюлю бессмертия? Я понимаю, что вопросы риторические, но тем не менее. Я понимаю, да. Только у нас, может быть, наверное. Конечно, конечно, только в нашем обществе. Это, опять же, я скорее могу, наверное, расценить как повод еще над чем-то поразмыслить, что-то посмотреть. Дело в том, что вообще скажу следующее, вот такого выражения я не припомню, но слово сладкий в алхимических текстах присутствует чаще всего вот то, что я видел, сладкий, сладкая роса. Есть такое вот словосочетание. Это что-то, это может быть, во-первых, чем-то вроде амброзии, которые питаются бессмертные. То есть, те бессмертные, которые уже достигли бессмертия, у них же особые вещества, которыми они питаются. И вот что-то вроде амброзии или амриты, но это такие условные параллели, вот есть такое выражение. Но с другой стороны, это может быть отсылкой к очень конкретным практикам. Например, огромное значение в даотских практиках играет слюна. Ну, конкретно, солива, слюна. То есть, если брать это в таком практически антропологическом аспекте. Но вот именно в связи с пилюлей, вот как сладость в связи с пилюлей, я не припомню. Но это не значит, что этого нет. Спасибо. Ну, просто у Бао Пудзи пилюли бессмертия, они же не самые, вероятно, вкусные были. Я понимаю, да. Вот я к этому. Я понимаю. Надо попробовать, чтобы узнать. Спасибо большое, Павел Дмитриевич. Спасибо огромное. За интереснейшее выступление. Спасибо за вопросы. Усуждения, дискуссия.